В России по сфабрикованному уголовному делу осуждены очередные граждане Таджикистана. В Москве к 15 годам тюремного заключения приговорены двое выходцев из Таджикистана. По сообщению РИО Новости, Бахтьюр Махмудов и Зафархон Рахматов осуждены якобы за подготовку теракта в торговом центре Эдельвейс в подмосковной Балашихе. Суд состоялся 11 февраля в Московском окружном военном суде. Обвинитель сообщил, что таджикистанцы примкнули к запрещенной организации «Исламское государство» в 2015 году и должны были совершить по ее приказу два теракта. Напомним, что на сегодняшний день в российских тюрьмах отбывает срок свыше 10 тысяч таджикистанцев, часть из которых осуждена по статьям о терроризме, по сфабрикованным уголовным делам, также десятки граждан Таджикистана находятся под следствием. Так, например, 43-летний гражданин Таджикистана Рахман Ходжаев Зикрул Лохон в 2014 году был осужден на 7 лет по сфабрикованному уголовному делу за якобы подготовку государственного переворота в России. 13 декабря 2018 года коллегия Московского окружного военного суда под председательством Игоря Семина на выездной сессии в Вологде осудила Рахман Ходжаева по новому делу. Оно было квалифицировано по части 2 статьи 205.5 УК РФ. Участие в деятельности террористической организации. Путем частичного сложения приговоров суммарный срок составил 14 лет 6 месяцев особого режима. Рахман Ходжаев был признан правозащитным центром «Мемориал» политическим заключенным. Наблюдатели отмечают, что выходцы из Центральной Азии уже давно стали в России расходным материалом в деле получения звездочек сотрудниками российских спецслужб и для оправдания бюджетных средств, выделяемых на борьбу с терроризмом. Рахман Ходжаев